Служить в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан отправится около 700 юношей из Западно-Казахстанской области. Подготовка к весенней призывной кампании, которая начнется в марте месяце, обсуждали в Градском Акимате под председательством Акимогорда Уральск Абата Шинобекова. С 1 марта в стране стартует весенний призыв граждан на срочно воинскую службу. Весной этого года планируется призвать в ряды Вооруженных сил страны 700 западно-казахстанцев. Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Как отметил градоначальник, открывая совещание, что в прошлом году призывная кампания прошла не на высоком уровне. По ряду причин. В прошлом году осенняя призывная кампания прошла не так уж и хорошо. В первую очередь это большое количество молодежи, не желающие попасть в армию по собственному желанию. Вторая веская причина – это слабое здоровье призывников. Третья причина – это организационные и подготовительные мероприятия по призывной кампании. Сегодня хотелось бы рассмотреть эти проблемные моменты на совещании. Еще одной проблемой на сегодняшний день является морально-психологическое состояние молодых людей, рассказал в своем выступлении начальник управления по делам обороны Рафхат Мажитов. Кроме того, многие уезжают работать вахтовым методом в соседние города. Приходится их искать. На это уходит время. Другой вопрос, стоящий перед членами комиссии – это престиж воинской службы. При проведении призывной кампании мы испытываем ряд проблем, например, при поиске новобранцев, которые не проживают по месту прописки. Здесь мы прибегаем к помощи сотрудников полиции. Здесь хотелось бы отметить, чтобы усилили работу местной полицейской службы. Также необходима организация сдачи медицинских анализов в одном медучреждении, так как призывники сдают их по месту жительства в своих поликлиниках. Позже мы их не можем найти или они теряются. В свою очередь, Аким города Батшиныбеков отметил, что сдачу анализов необходимо организовать через Фонд обязательного медицинского страхования. Также добавил о необходимости проведения активной агитационной работы среди образовательных учреждений области. Подводя итоги совещания, городоначальник поставил ряд конкретных задач перед руководством местных органов военного управления касательно дальнейшего качественного отбора призывников на срочную воинскую службу. Альбина Кумаргалива, Рустем Мощанов, Алтенбек Кабделов, телеканал АКЖАИК.